Всем привет дорогие друзья, чемпионат Украины возобновляется и сразу такой матч Шахтер против Динамо и Шахтер обыгрывает Динамо Киев со счетом 3-1 Давайте для начала посмотрим составы команд, которые были И матч получился очень интересный и на голы, и вообще интересные моменты очень были в матче Поэтому давайте глянем на составы для начала Ну а перед началом, ребят, не забываем подписаться на канал и поставить лайк Если тоже рады возвращению большого футбола Ну а мы смотрим составы Вот такие вот составы были у нас в этом матче Давайте с Динамо начнем Бущан в воротах Здесь понятно, все-таки он больше наигрывался в товарищеских матчах против того же Руха и Абалони То есть он играл первым номером, поэтому он сегодня был в воротах Здесь вопросов нет Попоша Банов Здесь понятно Кензера, Миколенко Ну здесь Кензера больше выиграл конкуренцию у Карвая пока что В центре Шепелев Сидорчук Справа Цитайшвили Говорили, что может сыграть там и Шепелев То есть, но все-таки доверился наконец-то Михаличенко Цитайшвили И я вам скажу не зря Слева играл Вербич, Буяльский под нападающим Он в принципе тоже неплохо сегодня отыграл И Русин нападающий Здесь тоже есть вопросы Ну по Шахтеру здесь все понятно, даже нет смысла перелечать Здесь в принципе состав основной Нет никаких других потерь Там допустим В пятом Матвиенко Кривцов До Исмаили Алан Патрик Степаненко Коваленко Который у него очень матч пошел Тайсон, Марлос и Морай Здесь все понятно, да Понятно, что возможно Следовало ждать допустим Того же Маркуса Антонио в центре Или же под нападающим где-то Алана Патрика Но вот именно Коваленко сегодня дал шанс Луиш Каштру Ну и к самому матчу давайте перейдем Сразу же включу вам статистику за первый тайм Вот такая стата была в первом тайме В принципе моментов было не так много Но интересных эпизодов было достаточно Тем более первые минуты, ребята Матч просто шикарно начался Динамо быстро начали пессинговать Шахтер Быстро переходили центр поля И сразу же создали момент Динамо Киев хороший довольно таки момент Удар по воротам И Шахтер тоже создал момент Но все-таки хочется сказать Что Динамо действительно играло Вообще если брать первый тайм лучше Это факт Давайте сразу перейдем к тому эпизоду К первому голу Динамо Киев Который не засчитали Почему его не засчитали? Был обычный эпизод Динамо оппозиционная атака И удар был Сидорчука Сумасшедший Сумасшедший красивый гол был Там чистый гол Но после просмотра Варжа Увидели что Степаненко на нем нарушили правила То есть Попов рукой зацепил лицо Степаненко Не знаю насколько он рисовал Или насколько действительно Нарушал правила Попов Но я думаю что больше там Степаненко нарисовал Нежели был какой-то фол Ну это такое лично мое мнение Выглядело просто неправдоподобно Это все дело То есть не так все было серьезно Но гол отменили Там да было касание Ладно Тогда отмененный гол И в принципе Динамо особо не сопротивлялись Играли дальше И случается эпизод Динамо Киев Очень хорошо Врывалась в зоны Классно сегодня Миколенко в первом тайме Действовал на своем фланге Цитейшвили Как раз очень классно врывался И в принципе на оборону отрабатывал Вот что интересно На оборону Он тоже хорошо отрабатывал В этом матче И случился эпизод В центре поля Получает на Цитейшвили И тут же он решает Отдавать передачу В штрафную шахтера Где врывается Тут же врывается Куда Буяльский Забивает головой Совершенно Никто Не мог предугадать Это наверное наиграно была Такая комбинация Но Цитейшвили красава То что отдал И увидел И классно Прочувствовал этот момент И Буяльский Забивает головой Ну не то что без шансов Но сложно было Пятого что сделать И счет на табло 0-1 И Динамо вроде как Играет лучше У них получается играть И я даже смотрел Мне Было видно что шахтер не тот Что то с ним С шахтером не то Потому что Это не тот шахтер Который всегда играет Вообще без мяча Ну с мячом Я имею ввиду без моментов И случается Тут же минута проходит Тайсона вообще не было видно И тут же Тайсон включается Тут же включается Тайсон на скорости Отдает туда На Марлоса Он обыгрывается с Марайеса Марайес ему скидывает И просто как по книжке Туда в дальний Бильярдный гол От Марлоса И счет Становится уже 1-1 Буквально в течении Одной минуты То есть вот так шахтер быстро включается В игру И делает счет 1-1 Классный гол Действительно Там есть разрывы у Динаво Между обороной И полузащитой Там возможно И никто не держал То есть реально Разыграли как детей Если честно Марайес скидывает Марлос Четко забивает в угол 1-1 И в первом тайме Что то вспомнить Особого нет Закончился матч Да было много спорных эпизодов То есть Было давление на суде Видно То что Много нарушений И вообще Такой чуть грязный футбол Но статистика Говорит о том Что в принципе Матч был Первый тайм был равный Ударов мало Как видим По 2 удара Всего лишь В принципе Динамо Первый тайм Я считаю Играло лучше Но счет на табло Шахтер действительно Хорошо отыгрался И начался Второй тайм И сказать Что Команды активно Его не начали Не могу Так сказать Потому что Действительно Боялись Пока команды Где-то Может брать инициативу Шахтер пытался Брать инициативу На себя Но Динамо На второй тайм Если честно Мне понравилась Кивиска Динамо Когда они вышли С Таишвили Довольно таки Неплохо Можно отметить В этом матче Буяльский Неплохо То что забил Гол Да И Миколенко Неплохо играл Сидорчук Вроде бы И гол забил Да И еще пытался Там Отыграться Но все же Были ошибки Именно в опорной зоне Где Шепель И Сидорчук Именно У них были Проблемы здесь И поэтому Случается Второй гол Шахтера Вообще Ни к чему Не предвещающий Там уже выходил Маркос Антонио Вышли уже Тето То есть Но Тето вышел После гола То есть Его Хотели выпускать Еще до гола Второго шахтера Да Но Когда Малас забил Каштру Еще сказал Посидит Это пока Ты не выходишь И тут же Опять Можно сказать Гол из ничего Потому что Все таки Опять Забивает Марайес Вернее Марлос Забивает И Эпизода Опять с правого фланга То есть Дода Забегает Отдает Передачу Туда На Марлоса Марлос Что-то пытался Пробить Но опять Он обыгрывается С Марайеса Марайес Ему опять Скидывает И Марлос Уже забивает Только В правый угол Первый гол Был в левый угол Этот в правый То есть И никто Не держит Никто вообще Не держит Марлоса Никто Особо Не прессингует Марайеса Зона Зона Открыта То есть Они себя Разыгрывают Перед штрафной Вообще Легко То есть Где Сидорчук Был Где Шепелев То есть Где центр поля Киевского Динамо Непонятно Что происходило В центре поля У Динамо Поэтому счет Стоит 2-1 И тут уже Каштру понял Что нужно Чуть придержать Заменки Нужно Попытаться Успокоить Потому что Динамо Сейчас пойдет Вперед Хотя Они не особо Шли вперед Видимо Статистику За весь матч Удара Вообще Мало Вообще Мало Ударов Как мы Видим Но игра В принципе Была интересная И случается Такой вот эпизод Маркус Антонио Выходит И Маркус Антонио Сразу Прибавил Шахтеру Уверенности Я не знаю В принципе Можно было И Антонио Выпускать Вышел потом И Фернандо И Тетов Динамо Вышли Тоже там Депена Вышел По моему Еще Кто-то там Вышел Но Это знаете Несущественно Потому что Они ничего Не принесли Игре Вообще Ничего Не принесли Я не понимаю Почему Франц Оль Сидит на скамейке Когда нужно Выигрывать Когда нужно Забивать Когда нужно Наваливаться Почему Выпускаются Не те футболисты И не выпускается Франц Оль Который Покупался Как раз Как основной Нападающий Почему Это не делается И тут же Шахтер забивает Третий гол Ну Практически Там Видим На 74 Минуте Маркус Антонио Там Исмаили Сначала Обрывается У Динамо По моему Был угловой И Шахтер Поймал На контратаке Исмаили У которого Три сердца Просто Убегает От Защитников Динамо Разыгрывает С Маркусом Антонио Защита Опять же Я не понимаю Что там У них происходит В обороне Передача На Маркуса Он сначала Там Защитник Помешал Мяч Попадать В перекладину И от перекладины Опять Маркусу Антонио И тот Уже Пустые ворота Пактически Забивает Вратарь Был отыгран Защитники Уже Лежали На газоне И Маркус Антонио Этот Который 50 Килограммовый Парень Да Он просто Ну реально Разобрался Здесь С трима футболистами Динамо Я не знаю В чем проблема Еще С 3-1 И все Здесь понятно После этого эпизода Уже Динамо Сами поняли Что ничего Не сделать Ничего не сделать Шахтер реально Раскрылся Да Вот Динамо Если бы Они не пропустили Вот тот гол Первый От Марлоса Возможно Они смогли бы Что-то Предпринять И как-то Заглушить Именно Этот импульс Атакующий Шахтера А так Мы видим Что у Шахтера Есть Скамейка Довольно-таки Неплохая Тот же Фернандо Вышел неплох Он сейчас В центре нападения Пробуется Да Как центральный нападающий Додо Неплох сегодня был Коваленко Не понравился Сегодня мне Но Маркус Антонио Вот реально Прибавил И Конечно Вот вам Ребята И такая статистика 6 ударов У Динамо 5 у Шахтера 3 в створ Что у тех Что у тех Но у Шахтера 3 в створ Это гол Это 3 гола А у Динамо Это только 1 Ну и ребята И в принципе Моментов Динамо не было Там удар Сидорчука Помню Где 5 спас И все После этого Ничего не было Вот 2 сейва У 5 как раз Это В конце матча Когда 5 потащил 2 удара От Сидорчука Все То есть Динамо Ничего не предприняло Я не знаю Михаличенко Очень поздно Делать замены И непонятно Что там происходит Почему не играть Те футболисты Которые должны играть Получается Такой результат Ребята Поэтому Мне в принципе Матч понравился Я надеюсь И вам понравился Этот матч Пишите свое мнение Об этом матче Как вы думаете Что нужно делать Теперь киевскому Динамо Как нужно выходить С этой ситуации И вообще Пишите Свои прогнозы Какое место Киевская Динамо Займет По истечению Чемпионата Этого чемпионата Ну и не забываем Подписываться на канал И ставить лайк И до новых встреч Ребята